Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Ну что, у нас всё, как всегда, наши лютые китайские новости и слухи. Так что давайте садимся поудобнее, берём печенюхи и давайте смотреть видос. Но запомните, одна печенюха, одно видео, потому что иначе вам не избежать огромной большой задницы. И начнём мы, друзья, сегодня из нового смартфончика революционного. Вау, супер офигенный Smartisan R1. Самый безрамочный или же просто один из безрамочных смартфонов, потому что 15 мая компания хочет представить просто революционное чудо. А выглядеть оно будет, предположительно, вот так вот, друзья. И знаете, это по сути тот же вылитый Vivo Apex. Как видите, да, у нас безрамочность, фронтальной камеры нет, разговорного динамика тоже нет, индикатора уведомлений или же банального датчика приближения тоже нет. Скорее всего, компания Smartisan всё это просто возьмёт и скопирует из смартфончика Vivo Apex. Всё будет сверху, фронтальная камера выдвижная, как бы и бла-бла-бла, по сути всё то же самое. Обещают Snapdragon 845. И стоимость, друзья, почти 1000 долларов за безрамочный смартфон. Ну что тут сказать, пожелаем компании Smartisan удачу, потому что, если честно, скорее всего, за штуку баксов такое чудо никто покупать не будет. 25 апреля компания Xiaomi представит очередной красивый интересный смартфончик. Xiaomi Mi 6X. Вот он, друзья, официальный баннер. И что тут сказать, цельнометаллический корпус, это, конечно же, хорошо. Но, блин, дизайн, я ещё ранее говорил, что, по сути, все смартфоны от компании Xiaomi получат один и тот же дизайн. И вуаля, вот он, друзья, айфоноподобный смартфончик от компании Xiaomi. Да, блин, ну почему вы камеру именно там поставили? Сделайте там по центру, ну я не знаю, или хотя бы обрамление, всё это сделайте по-другому. Выделите камеру как-то по-другому на нет, просто поставили и забили. Ну ладно, Mi 6X не так сильно интересен, потому что в основном это будет смартфон для китайского рынка. А вот Xiaomi Mi A2, который, по сути, будет клоном Mi 6X только на чистом андроиде. Вот это вот любопытный и интересный смартфончик. Так что ждём презентации Mi 6X, а потом, я надеюсь, нам быстренько покажут Mi A2. Самый оптимальный смартфончик на чистом андроиде. Понятное дело, в среднем сегменте и за вменяемую стоимость. Ну и последняя новость на сегодня. Буквально на прошлой неделе я вам показывал чехол на Xiaomi Mi Max 3. А вот сегодня у нас уже есть характеристики и более развернутая информация о данном чуде. Ну что, друзья, смартфон поистину будет огромным. Дисплей 6,7 дюйма. Full HD+, соотношение сторон дисплея 18 к 9. Конкретная мощь. Понятное дело, эта информация не точная и не официальная. Это всего лишь слухи. Итак, процессор у нас будет Snapdragon 710. Это ребрендинг Snapdragon 670. И всё, друзья. Процессор офигенный. Он мощнее, чем Snapdragon 660, которого хватает просто за глаза. Но фишка в том, друзья, что, скорее всего, это всего лишь слух, который явно не будет правдой. Потому что в том году, да, на Xiaomi Mi Max 2 тоже обещали Snapdragon 660. А по сути, мы получили Snapdragon 625. А всё потому, что, друзья, это средний сегмент. Скажем так, это большой смартфон, которому такая мощность огромная, по сути, нафиг и не надо. Это мультимедийное большое устройство, с одной стороны. А с другой стороны, хотелось бы, конечно же, процессор помощнее, чтобы играть на большом смартфоне в игрушки. Но если компания Xiaomi установит туда Snapdragon 710, то стоимость смартфона явно перевалит за 300 баксов в самой младшей модификации. Так что, друзья, надеемся на Snapdragon 710, но не забываем про Snapdragon 636, который, скорее всего, сюда очень даже хорошо впишется. Потому что стоимость смартфона, которая сейчас известна, предположительно, не такая уж и заоблачная. И явно за ту стоимость Snapdragon 710 никто не установит. Батарея 5500 плюс быстрая зарядка. Неплохо. Камеры здесь тоже прокачали. Фронталочка 16 мегапикселей. Основная состоит из двух модулей по 12 мегапикселей. Будет оптический зум, как бы все хорошо. Стереодинамики, NFC, USB Type-C. То есть, все очень даже неплохо. Итак, друзья, стоимость 270 баксов за версию 4.64, 305 баксов за версию 6.64 и самое топовое 6.128 обойдется в 336 баксов. Так что, друзья, если стоимость окажется правдой, то сюда даже никто не установит Snapdragon 660. А про Snapdragon 710 я вообще молчу, потому что, блин, за 270 баксов это просто будет ракета. Вот именно ракета. Самая крутая, самая большая, самая мощная на Snapdragon 710 на новинке. Нет, это, скорее всего, только наши фантазии. Да, хотелось бы. Я не спорю, конечно. Я был бы рад такой смартфон купить даже за 300 баксов. Но, к сожалению, скорее всего, этого не будет. Но это всего лишь мои предположения, мои мысли. Да и в целом особой официальной информации нет. Это всего лишь слухи, друзья. Но ждем. Как видите, каждую неделю появляются все новые и новые, так сказать, утечки о Xiaomi Mi Max 3. Ну что, друзья, вот и все новости на сегодня. Я надеюсь, вам данное видео понравилось. И вы меня, как всегда, поддержите лайками и комментариями. И я надеюсь, вы не все печенюхи схавали. Так что, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал. Все Китай. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok